В выходные в Генуе завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения автомобильного моста. Удалось обнаружить тела ещё троих погибших. Таким образом, общее число жертв возросло до 43. Пропавших без вести больше нет. Девять человек остаются в больнице, четверо из них в критическом состоянии. В субботу также состоялись похороны погибших, которые организовали власти. На траурной церемонии присутствовал и премьер-министр страны. Некоторые родственники жертв бойкотировали мероприятия, проведя частные церемонии. В случившейся трагедии они винят правительство Италии, которое не смогло уследить за состоянием объекта инфраструктуры. Власти в свою очередь пообещали подготовить план, чтобы сделать дороги страны более безопасными и избежать подобных трагедий в будущем. Напомним, 80-метровый участок эстакады высотой в 50 метров обрушился в минувший вторник днём. На нём находилось около 40 автомобилей. Всё произошло в считанные секунды. В то время шёл сильный дождь. Под мостом есть и жилые дома, однако под его рухнувшим сегментом находились склады. Жилые многоэтажки чудом оказались незатронутыми. Их жителей позже всё же эвакуировали. Когда людям разрешат вернуться, пока неизвестно. В выходные пожарные вели работы по укреплению уцелевших участков моста.